Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как проводится расследование несчастных случаев, произошедших на производстве? Какой уровень травматизма в Самарской области? Об этом говорим сегодня и в нашей студии начальник отдела Государственной инспекции труда в Самарской области. Александр Шедловский. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Александр Александрович. Добрый вечер. Давайте начнем со статистики. Уже можно за 9 месяцев, наверное, сказать в области, что у нас произошло, сколько несчастных случаев, есть ли смертельные, что особенно, конечно, страшно. Ну, статистика у нас за этот год, за 2016, по сравнению с 2015, такая, что в 2015 году у нас было 2 групповых несчастных случаев, ну, произошло. В 2016 году произошло 9 несчастных случаев. В 2015 году в 2 случаях погибло 3 человека, в 2016 в 8 случаях погибло 9 человек. Ну, уж какое-то нарастание идет. Ну. В цифрах даже. Да, есть ли некоторые нарастания. По тяжелым случаям в 2015 году произошло 58, в 2016 в 69 тоже есть увеличение. Ну, по несчастным случаям со смертельным исходом произошло 24 несчастных случая в 2016 году и 18 в 2015 году. Да, тут вот, конечно, есть некоторое нарастание, это еще нарастание объясняется тем, что, ну, при расследовании несчастного случая право пострадавшей стороны не согласиться с проведенным расследованием, даже если оно проведено, легкий случай проводит расследованный работодатель, тяжелый несчастный случай и смертельный несчастный случай, групповые, комиссия возглавляет государственный инспектор труда. Если вы не согласны с расследованием несчастного случая, вы вправе обратиться с заявлением в Государственную инспекцию труда к заместителю, к руководителю или обратиться в суд в законном порядке. Вот по этим обращениям в этом году у нас, как говорится, планка по несчастным случаям поднялась. Случаи мы учитываем только связанные с производством. Граждане обращаются, вот по несчастным случаям, не связанным с производством в этом году, несогласившаяся пострадавшая сторона обращалась в инспекцию. На основании этого проводилось дополнительное расследование. В результате дополнительного расследования были установлены вновь открытия обстоятельства. Эти случаи были связаны, то есть связаны с производством, и пострадавшая сторона получила на руки акт Н1 и получает право компенсировать как-то потерю своего близкого человека. Это выплачивается 1 миллион фондом социального страхования. Понятно. А как классифицируются несчастные случаи? Вы сказали легкие и тяжелые. В каких случаях это легкие? Это же тоже нужно понимать, а в каких тяжелые? И кто вот это ставит оценку и экспертизу? Ну, несчастные случаи по квалификации, они делятся на легкие, тяжелые, смертельные и групповые. Ну, в групповых тоже могут быть и смертельные, могут быть и тяжелые. В групповых, когда у нас пострадало несколько человек, несколько работников. Как они делятся, идет градация, это идет квалификация по медицинским заключениям. Если мы получаем из медицинской организации, законным путем получаем медицинское заключение, где есть квалификация по охране труда, в случае легкий, то расследует работодатель. Создается комиссия из трех человек, и этот случай расследует работодатель. Если в случае есть квалификация в медицинском заключении тяжелый, то расследует комиссию, возглавляет государственный инспектор труда. Если случай смертельный, то уже делается запрос в бюро судебной медицинской экспертизы о степени, вернее, причинах смерти. И в то же время делаются запросы, находился или не находился пострадавший в состоянии алкогольного пьянения, наркотического или другого пьянения. Вот на основании этих медицинских документов и идет квалификация несчастных случаев. Понятно. Скажите, пожалуйста, мы сказали, что количество несчастных случаев возрастает, а проводится анализ. Вы можете назвать причины, почему такое возрастание? И особенно, знаете, что интересует? После того, как случай произошел на производстве, должны же быть устранены причины. Потом контроль проводится, потому что нет никаких гарантий, что на этом же месте не произойдет тот же несчастный случай, если он уже случился. Вот как с этим ведется работа? Ну, причины обязательно устанавливаются. Цель расследования – это установить причины, чтобы потом причину уже устранить и избежать. По расследованию обязательно составляется документ, составляется акт расследования. Это основной документ. И в этом акте как раз и указываются причины, указываются виновные лица, и в акте указывается причина устранения. Это дается время, срок на устранение, и поэтому работодатель, получая акт на один, он вынужден и все эти причины, которые были указаны, выявлены при расследовании, он их обязан устранить. Ну, за этим наблюдает, как говорится, либо может выдать еще предписание, то государственный инспектор туда, то есть или руководитель, введение не руководителя, а председатель комиссии. Он следит за тем, чтобы эти причины были устранены. Работодатель ему, так же, как по любому предписанию, присылает доклад, и его право, если он считает, что это нужно, он проводит, допустим, выездную проверку выполнения этих предписаний, и действительно уточняет, устранены или не устранены. Понятно. И еще, вот в наше время, особенно, очень много людей работает, не оформив трудового соглашения, договора официально, просто вот по каким-то там, есть несколько типов договоров, да, или даже на устных каких-то соглашениях. Вот что делать людям в том случае, если они нетрудоустроены официально, если нет у них трудовой книжки, договора, как вот гражданско-правового? Как в таких случаях расследуются такие несчастные случаи? И что может получить пострадавший? И вообще, какой порядок вот именно в таких случаях расследовать? Ну, несчастные случаи, вот, допустим, по договору гражданско-правового характера, они прописаны и в положении расследования несчастных случаев в отдельных отраслях и организациях. В статье, в пункте 16 этого положения говорится, что несчастные случаи проводятся расследования с работниками, которые работали по договору гражданско-правового характера на основании заявления, обязательно, на основании заявления пострадавшего или членов его семьи, ну, или других доверенных лиц. Обязательно. Вы должны изъявить свое желание, чтобы случай был расследован. Это по договору гражданско-правового характера. В этом же положении, в статье 28, сказано, что при расследовании несчастного случая, если будет установлено, что данный работник по своему работе, по своему договору гражданско-правового характера у него были просматриваются трудовые отношения, то инспектор по окончанию расследования данные материалы и акт расследования направляет в суд. Суд, который устанавливает как раз, были или не были трудовые отношения между работником и работодателем. И на основании этого уже, когда суд установит, что трудовые отношения были, то уже проводится квалификация несчастного случая, как связанный и не связанный. То есть нужна в любом случае доказательная база, что он работал. В это время должны быть свидетели, какие-то отметки, да? Обязательно. Отметки, да. Может даже вот быть работодатель, когда составляет договор гражданско-правового характера, в этом договоре могут быть какие-то пункты, которые соответствуют именно трудовому договору. Может работодатель, допустим, выдавать зарплату, может этому работнику определять время, проводить инструктажи. Если вот это будет установлено, значит, тогда будет установлено, что все-таки работник работал по договору гражданско-правового характера, но есть установлено, что были признаки трудового договора. Поэтому на основании этого и происходит определение, и материалы направляются в суд. А вообще само расследование несчастного случая на производстве что из себя представляет? Вот если поэтапно, вот с чего он начинается? Вот если от лица пострадавшего, вот он что должен сделать? Первое, сообщить об этом кому-то, и дальше потом. Как все вот это сделать правильно? По закону, да, по трудовому кодексу, конечно, должен сообщить работодатель о происшедшем несчастном случае. Кому? Он сообщает Государственную инспекцию труда, прокуратуру по месту происшедшего несчастного случая, обязательно должен фонд социального страхования, вот, в администрацию городского округа, допустим, Самары или какого-то другого городского округа, он обязательно должен сообщить. Если он относится к, есть, допустим, профсоюзам, он сообщает и вот в наши, это, территориальный профсоюз сообщает. Вот посылает извещение. По этому извещению можно проконтролировать, что работодатель эту работу проделал. Тем более, эта работа регламентирована. Она должна быть, документы должны быть направлены в течение суток. Это вот 28-я статья Тудоукодекса, 228-я статья Тудоукодекса Российской Федерации. Если работодатель не сообщил, есть там причины скрытия, то работник сам не должен тянуть резину, должен сам с этим делом определиться и написать заявление. Именно в Трудовой инспекцию сначала? Да, сразу обратиться напрямую в Трудовую инспекцию. Может, конечно, обратиться к работодателю, но если работодатель не отреагирует, допустим, в течение трех дней, его полное право, не затягивая время, пока еще свежие обстоятельства, он должен обратиться в Государственную инспекцию труда. Он может обратиться и как на приеме, на личном приеме, так и в электронном виде, так может быть, и обратиться на бумажном носителе, обратиться в Государственную инспекцию труда. На основании его обращения уже будет дело отписано инспектору, и инспектор будет проводить расследование. Он будет проводить проверку этого работодателя, делать запросы в соответствующие органы, будет делать медицинские учреждения, чтобы установить степень тяжести. Если нужно, он будет назначать экспертизы по этому поводу, опрашивать работодателя, затребовать, во-первых, в основном расследование проводится на основании документов, то есть запрашивать у него документы работодателя обязан представить, и представить должен только оригиналы документов, которые рассматриваются, комиссия рассматривается председателем, а потом уже делаются копии. На основании всех этих документов, отработанных инспектор, ну или члены комиссии, они оформляют акт по форме форма 4, акт расследования несчастного случая. В этом акте расследования несчастного случая прописываются обстоятельства, все данные забиваются, и главное, что прописывается, это пункт 7, это квалификация несчастного случая. Если случай комиссии или инспектором классифицирован как связанный с производством, то на основании этого выдаются предписания работодателю, и работодатель оформляет акт по форме Н1. По окончании расследования в течение трех дней работодатель обязан вручить акт по форме Н1 или пострадавшему, если он, допустим, погиб, то кому-то членам его семьи. Понятно. По окончании расследования, во-первых, нужно обязательно помнить, что вы имеете право участвовать в расследовании, работодатель вас должен удомить, или, по крайней мере, после расследования он вам должен представить материалы расследования, все до вас довести. Если вы не согласны с расследованием, то ваше полное право, или с квалификацией несчастного случая связанной, не связанной, ваше право обратиться в Государственную инспекцию труда. А вообще большинство несчастных случаев на производстве в какой сфере происходит? Вот если так вот... На транспорте, в строительстве. На транспорте и в строительстве. Вот особенно транспорт всегда волнует, потому что люди не могут определиться, вот едет человек с работы уже в транспорте, или общественном, или в служебном даже. Вот когда этот случай будет связан с производством, а когда нет. Вот как с этим разобраться? Или выходит, вызвал такси, торопится домой, или едет на работу, и машина попадает в аварию. Вот как во всем этом разобраться? Или служебный транспорт, опять же. Если служебный транспорт, и работодатель выделяет специально для, чтобы работников доставить и обратно увезти с рабочего места, то если случай произойдет на транспорте, если он будет выходить на ступеньки транспорта, то случай будет расследоваться. Это является территорией предприятия, автобус. А если работник едет уже на обычном городском транспорте, то тут случай уже может быть и не связанный с производством. Может быть и такое, допустим. Работодатель позвонил работнику и сказал утром, прежде чем приедешь на работу, надо отвезти какие-то документы в какую-то организацию. И это уже будет влеститься так, что работник выполнял трудовую функцию. То есть поэтому этот случай будет связанный. А вообще случай должен быть на рабочем месте, в принципе, или вблизи рабочего места еще. Вот тоже понятие вблизи, оно тоже такое относительное. Вот что вот относится к территории? Или вот только вышел за ворота, там, цеха или чего, или вообще вот офиса, и подверхнул ногу? Вот что делать? Территория предприятия, обычно есть документы, которые регламентируют территорию предприятия. Вот, допустим, я расследовал в аэропорту, там у них большая территория, а работница работала в котельной. Вот, она шла на рабочее место, она пересекла уже территорию, уже была на территории работодателя, и подходила к рабочему месту. И по времени у нее работа начинается, допустим, без 5-8, а она утром уже была, ногу подвернула без 10-8. То есть явно она уже шла на рабочее место. Ведь рабочее место – это не только, где работник исполняет свои обязанности, но и куда он должен прибыть для исполнения своих обязанностей. Вот поэтому вот такое понятие рабочего места и дает квалификацию. Если вы работаете в организации, у вас организация, допустим, даже здание, может какая-то есть территория, у вас есть документы на эту территорию, вот мы расследовали этот случай, допустим, на железной дороге, у них административное здание, Куйбышской железной дороги, он на ступеньки подвернулся. Когда взяли документы, чисто технически, там было определено, что вот эти все ступеньки, здание, это является территорией этого офисного помещения, то есть территорией управления железной дороги. Поэтому случай был связан. Да. То есть каждый случай, он имеет право на жизнь и должен быть рассмотрен. И никогда не нужно стесняться, нужно всегда обращаться, не затягивать несчастные случаи в более позднее время. Вот, допустим, в этом году, по обращению тоже гражданина, случай был 97-го года. Продошел с водителем, он попал в ДТП. При проведении расследования я сделал запросы, но нигде не мог установить, ни с ГАИ, я не получил материалы, ни с организацией, ни с полиции. То, чтобы подтвердить, что действительно было это ДТП с этим товарищем при выполнении своих обязанностей на машине. Единственное, что я получил справку с Серпевской ЦРБ, что да, такой случай травмы этого гражданина в такое-то время имел место. И тем не менее, я рекомендовал жене, жена обратилась в суд, и суд встал на ее сторону, и они выиграли. То есть этот суд квалифицирован как связанный с производством. Вот хотя бы даже по одной справке. Она сейчас обратилась, приходила в фонд социального страхования, она сама работница и его является. Ей не выплачивали, пришла к нам, я говорю, вы тогда лучше всего обратитесь официально, и если вам откажут, тогда уже можно будет требовать и приставам отдавать, чтобы они выполнили данное решение суда. Вот вы сказали страхование, а кто обязан осуществлять обеспечение по страхованию в связи с несчастным случаем? Фонд социального страхования, работодатель. Работодатель, да? Работодатель, да. Сам работник не должен там что-то поддеть, подписывать, страховаться? Да, есть вот, ну, обязательно страхование, фонд социального страхования, это государственное учреждение, есть добровольное страхование, некоторые работодатели страхуют еще добровольно. Вот у меня сейчас вот этот, в котором случае сгорел человек, его еще добровольно страхование. надо будет смотреть документы, то есть он получит и от государства, фонда социального страхования, в случае будут связаны миллион, и еще по добровольному страхованию. То есть работодатель может улучшать положение работника и может его страховать еще в добровольном порядке. Да, вот это вот все нужно обязательно иметь в виду. Да, и работник обязательно должен знать, и работник должен быть застрахованный, потому что с него делаются выплаты. Если случай расследуется, он квалифицируется нами, как связанный с производством, а фонд социального страхования, он его квалифицирует как страховым случаем. И только в данном случае они производят выплаты, или иначе придется это все доказывать в судебном порядке. А как получить путевку в санаторий? Вот пострадал человек от несчастного случая, ему предписали, что вот вам обязательно нужно продолжить лечение в санатории, потому что очень там затянулась вся эта история. Это вот как-то... Кому обращаться? Ну я скажу, что у нас вот работает сотрудник, водитель, он получил, работаем в инспекции, получил травму, ходит, хромает. Вот как он получает? Ну фонд социального страхования, ему ежемесячно в связи с этой травмой предоставляет отпуск 30 дней, ему предоставляют путевку. То есть это через фонд социального страхования. Через фонд социального страхования. Да, это у них идет там реабилитация, и все эти программы, они проходят через фонд социального страхования. Да. То есть люди получают, да. И даже если человек, вот бывают случаи, что боится человек, чтобы работодатель его случай там расследовал, не уволил его, вот был на дороге. Человек стал увольняться на пенсию, обратился в инспекцию, случай расследователь, он работник железной дороги. Ему случай этот мы связали, и он уже будет получать не свою пенсию, которая незначительная, а уже будет получать за счет того, за счет потерянного здоровья. Понятно. И пенсия гораздо больше. У нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем. Добрый вечер. Говорите, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Александр. У меня есть такой вопрос к начальнику трудовой инспекции. Я работал в залу лазья, и меня уволили, там были правонарушения, я к вам обратился, начальника оштрафовали, а начальник сказал, раз ты обратился туда и тебя оштрафовали, я тебя все равно уволю. И меня уволили. После этого я обращался к вам, вы со мной вообще никаких дел не имели, вы сказали, обращайтесь в суд. И все. Отсюда они купили, у меня ясно встал в глазах, я любой суд куплю. И все, и меня уволили. И вы мне ничем не помогли. Вы так же вот сейчас говорите, обращайтесь в трудовую инспекцию. Я обратился, а меня уволили, мне вот до пенсии остался. А меня уволили. Да, вот такая история. Спасибо за то, что сообщили о таком случае. Вот как вы можете прокомментироваться? Ну, я хочу сразу сказать, что это пока может быть не начальник инспекции труда в Самарской области, начальник отдела. Это не факт, что лично к вам обращались, просто вот в трудовую инспекцию. Как так? Нет, я понимаю, что в принципе, кто к нам обращается, всех, кто обращается, вернее, обращение проходит через отдел, это я в курсе дела. Ну, такое возможно, да. Такое вполне возможно, когда работник обращается. Ведь трудовое законодательство, оно несовершенно. Работник обращается, допустим, работнику там выплачивается заработная плата, но работодатель имеет за собой, оставляет право, то есть произвести сокращение штатного расписания. И даже увольнение. И даже вот он, да, по сокращению, он увольняет работника. Если он, допустим, мы приходим с проверкой, если порядок не нарушен, нет нарушений, то все, работник даже обращается в суд, и суд не может восстановить. Поэтому есть такие случаи, и тут, конечно, об этом мы говорим, мы это и не скрываем, да. Есть такая практика, ну, потому что все-таки трудовое законодательство несовершенно. Человек захотел, работодатель захотел уволить. И никто ему не сможет запретить. Если он это сделал правильно, не просто там вызвал работника, и это, допустим, там, Махамский пишет заявление, нет. Вот в результате, допустим, сокращение штатного расписания, сослался на, допустим, что у него не хватает там финансов или нет работы. Да, понятно. И такое бывает. Да, еще хотелось бы затронуть тему профессиональных заболеваний. Они как-то связаны с несчастными случаями на производстве, или это вот совсем отдельная тема? Нет, это совсем другая тема, да. Это тема фонда социального страхования, да. Понятно. И тема медосмотров тоже до сих пор сложно разобраться. Кто проходит, когда должен проходить, за чей счет медосмотр? Какие-то, может, изменения в последнее время с медосмотрами? Медосмотры, они однозначно проходятся за счет средств работодателя. Медосмотры проводятся при трудоустройстве. Обязан работодатель провести медосмотр за счет своих средств. Давайте вернемся к этой теме. Еще звонок у нас есть. Давайте. Послушаем сначала, чтобы долго человек не ждал. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга Александровна. Ольга Александровна, видите, в чем дело. Если, допустим, вы шли и с вами несчастный случай произошел на территории организации, то ваше право написать заявление, и оно будет рассмотрено, заявление, был или не был случай, и провести проверку, расследование. Если он будет квалифицирован как связанный с производством, тогда уже, допустим, посредством фонда социального страхования вам будут сделаны выплаты. Если это чисто гражданский случай, то тут наших полномочий нет. Мы не можем не обязать никого, ни врачей, чтобы кто-то выплачивал. То есть это как обычный гражданин в обычном порядке должен обращаться и лечиться. Да. Мы вам помочь не можем. Вот вы сказали, что медосмотры проводятся за счет работодателя. Но это же не всегда так. Обычно вот устраиваешься на работу, говорят, так, приносите нам вот это, 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 и никто даже речи не ведет о том, что мы там вам оплатим. Тем более не факт, что вы уже устроитесь, да, вот, что вы уже приняты на работу. При трудоустройстве еще может у вас испытательный срок. Тем более работодатель не будет оплачивать медосмотр. Вот как здесь правильно себя повести, чтобы потом, опять же, тебя не уволили, будешь настраивать, настаивать на том, чтобы оплатили медосмотр, потом скажут, зачем нам такая скандальная работница, она будет с нас трясти все, и вообще не примут. Вот как себя правильно вести, чтобы защитить свои права, отстоять, и официально устроиться, и медосмотр пройти, все получить от работодателя. Конечно, желательно устраиваться официально, потому что, ну, официальное трудоустройство, это только положительные плюсы. Во-первых, формируется пенсия работника, какая она не была даже, и большая, и небольшая, и плюс работник имеет право на полное расследование несчастных случаев. Да, еще раз вас остановлю, потому что опять звонок поступил. Давайте и потом продолжим все-таки. Добрый вечер, представьтесь, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, зовут Александр Владимирович. Я работал на заводе электром, газоэлектросварщиком. А в 2013 году пью на рабочем месте во время обеда инспаркт. До сих пор являюсь инвалидом. Да, в 2013 году меня уволили, когда я предоставил все, значит, документы, там, закрыл больничный лист и уволили. Нам такие не нужны. Альтернативные работы мне не предоставили. Вот, стоял на бирже труда, вот стою по сей день. Ну, инфаркт очень серьезный, до сих пор нет, значит, работы. Через два месяца уже пенсия. Работал по черно-белой зарплате. В процессе и получил, значит, и выплаты по черно-белой. Понятная ситуация. А вопрос-то вот в чем ваш заключитель? Вы поняли, да? То, что вы работали по черно-белой зарплате, конечно, выплачивается только белая зарплата. Потому что черную зарплату проконтролировать нельзя. И даже для общего, как говорится, процесса развития по телевизору и даже рекламу. То есть вы будете как работать по черной, а вы будете мне пенсию платить или формировать. То есть нужно работать только по белому, чтобы у вас и могла формироваться полнокровная пенсия. То, что вы упали на производстве, конечно... Нет, инфаркт во время обеда. Нет, я понимаю. Ну, конкретики не знаю. Но вообще рабочее, вернее, обеденное время, оно даже в трудовом кодексе прописано, что не является рабочим временем. Ой. Поэтому тут надо... А если он на рабочем месте был в это время? Тут на рабочем месте. Тут надо рассматривать, если вот, допустим, этот случай, как он произошел, как человек работал, может быть, у него были там переработки. То есть какой причиной стал, допустим, у него произошедший инфаркт? Ну вот если он обращался в инспектор труда, значит, должно было быть расследование? Должно, да, потому что есть у нас инспектора, да, у нас целый отдел, который ведет вот как раз эти промышленные предприятия. Я вот начальник отдела транспорта, поэтому обратиться, и, наверное, поэтому будет проведена проверка. Еще раз возможно все-таки? Вот срок давности есть вот по таким случаям или можно? В общем, срока давности нет. Ну вот тоже такая ситуация. Человеку два месяца осталось до пенсии. Вот пока туда-сюда вот это время пройдет, два месяца, это же очень быстро пролетит. Наверное, не успеет еще даже полностью расследование пройти. Вот что бы, может, по-человечески ему посоветовать? Ну, по-человечески только так добиваться правды. Больше... Обращаться еще раз? Да, обращаться еще раз, да. Может быть, будут установлены причины. Сейчас говорю, вот много случаев, когда действительно и инспектора хорошие, и начальники отдела, вот начальник отдела, который ведет промышленные предприятия, Петухова Светлана Геннадьевна, она очень опытный специалист, да, и она и не такие случаи. Вот недавно была пошли на руководителям Роструда, то есть... А вообще работодатель в каких-то случаях выплачивает расходы на лечение? В таких случаях... Практики нет? Нет такого практики. Вообще нет? Никогда. Никогда, да. А вот есть такое, что лично договаривается, работник вот получил инфаркт, работодатель вошел в положение, и как-то помог, что-то выплатил, или что бывает? Такое встречается, бывает, да. Что работодатель... Ну, это личное... Да, идет личное, идет на встречу, помогает работнику. Бывает, человек погибает, и работодатель, и похороны все организует, а бывает, вот как вот Сырвакиры Борисовны погиб, муж, да, вот умер, и там дали только 6 тысяч всего на похороны, понимаете? Ну, справедливости ради, вы этот случай восстановили, и теперь эта семья получит, о котором вы говорите, миллион рублей. Наше время подходит к концу. Спасибо за эту информацию, потому что со всеми все может случиться, нужно быть всегда информированным. Спасибо еще раз, спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего, до свидания. До свидания.